А мы продолжаем собирать урожай винограда. И сегодня будем делать это со специалистом. Вот у него и узнаем, почему крымский виноград и крымское вино дарят нам столько теплого и солнечного счастья. Если вы считали, что в Крыму самый вкусный виноград растет только на южнобережных горных склонах, то вовсе нет. Виноград из столовых и технических сортов выращивают во всех уголках полуострова. Вот и в Сакском районе для него подбирают отличные земли. Говорят, даже лучше, чем на юге. В горных районах чаще бывают дожди, больше влаги и меньше солнечных дней. А значит, гораздо меньше сахара сохраняет в себе виноградные грозди. Сегодня мы в поселке Крайнем, и вовсе не на краю земли, а почти в центре Крыма. И солнца здесь достаточно даже для самого сладкого вина. Само село небольшое, но вполне уютное и спокойное. И нужно сказать, что первые 14 гектаров виноградников возле Крайнего были высажены еще в 1918 году, сразу после революции. В 50-х годах здесь был создан колхоз, где занимались овцеводством, выращивали хлопок и зерновые. И тогда же увеличилось количество виноградников – до 102 гектаров. Осталось ли что-то с тех былых времен, сложно сказать. Век виноградной лозы не так уж долог. Но теперь все возвращается. Благодаря людям, чье счастье состоит в том, чтобы винограда в Крыму с каждым годом становилось все больше и больше. Иногда говорят, почему вымирают деревья. А я бы начал с другого. А зачем их строили? Их строили с 1954 года по 1968 где-то. Просто деревни строили, потому что производили табак в первую очередь, виноград и сад, садоводство. Когда-то до перестройки здесь три деревни. Крайняя, Советская Украина и Крымская. Здесь было 1500 гектар многолетних насаждений. 1500 гектар. Работало 960 человек. В Саксском районе виноградников только было 12 тысяч гектар. К этому надо, конечно, возвращаться. Если мы сделаем хороший закон для фермеров, отдельная должна быть статья в законе. Если мы сделаем нормальную статью, что можно из винограда делать все, что можно делать, и оставить налогообложение, все, тогда будут люди работать. У нас постоянные 8 человек, мы платим налоги, у нас достаточно этих людей, вполне достаточно. Мы даже иногда придумываем работу такую, чтобы они не уходили только. Вы понимаете, ну такие работы, которые лишь бы деньги платить, чтобы они оставались. А вообще я вам скажу, что с рабочей силой очень сложно. И поэтому вот сейчас как раз важно вот такие маленькие фермерские хозяйства делать. Очень важно. Этот виноградник, это наша частная земля. У нас раньше был виноградник на этих целях, на паях и так далее. Мы решили, чтобы у нас собственная земля была. И поэтому вот эти 6 гектар мы посадили. И при том здесь сорта такие очень интересные. Здесь кокур, я вырос на кокуре, поэтому для меня это сорта. Важный для вас. Да, один гектар. Потом, значит, этот кабарне, кабарне савиньон и кабарне фран мы посадили. Вот. Потом немножко цитронного маярача. Вот, вот и это самое. Вот и все сорта. В этом селе Николай Карпович с семьей обосновался довольно давно. И хотя с виноградом наш герой был связан с самого детства, здесь в крайнем сначала решил высаживать фруктовые сады. Но солнечная лоза так или иначе тянула обратно. Этому винограднику пока всего несколько лет. Но его юность не влияет на продуктивность. Урожай хорошее. И во многом благодаря тому, что были подобраны устойчивые и закаленные сорта. Это кабарне. С него можно делать вина, начиная от сухих вин. Кабарне по белому можно делать. Сейчас розовое вино очень в моде. Розовое вино. Сегодня я покажу вам, что такое розовое вино. Кабарне по белому. Потом, значит, портвейн. Портвейн Левадия, кстати сказать, была сделана в 1981 году. Бианке под руководством Льва Сергеевича Голицына. А Бианке был главный винодел у царя батюшки нашего в Левадии. И она так и называется. Портвейн Левадия. Вот из кабарне делают. Из кабарне, сейчас они назвали, сейчас не знаю, есть в этом или нет, в продаже, портвейн его императорского величества. Его очень сильно любил Николай II, вот это вот вино из кабарне. Потом из кабарне можно делать эти самые ликерные вина, то есть кагоры. Кагор начали делать в Ла Каоре, в Бискайском заливе. Вот. А каким образом? В 18-м году в веке, значит, везли сюда это самое, как вино. Оно было, как кровь, густое. Значит, а когда давали, значит, кривились, ну, как его, причащались, кривились. Поэтому начали добавлять сахар. Приехали туда, говорят, нам надо такую технологию, чтобы сахар был. И они начали делать ликерные вина, Ла Каоре. Вот. А потом, значит, и брали сюда. Значит, когда было в 70-м году, был второй международный конкурс вин, в Ялте он происходил. И, значит, Массандра выставила 25 вин. Из них 24 получила золотые медали. Значит, мускат белого и красного камня получил это со гран-при. Вот. А кагор получил серебряную медаль. Весь виноград – это от Ноя. Весь. И спорить тут не надо. Там, откуда и как. Вот. Весь от Ноя. Почему? Потому что после этого первое, что он вырастил, это семечки винограда. Этот самый. Ну, вы помните остальное, да? Вот. Так что тут спорить сложно. Вот это сорт цитронного магарача. Выведенный в магараче. Павел Яковлевич Галадрига. Вот его, автор его. Вот, видите, как едят эти самые. Это птицы уже. Это только начало, да. Вот. Вывел. Мы его посадили очень немного, там соток двадцать. А вообще с него готовят, конечно, очень мощные. Цитронного магарача получается мускат настолько мощный, что его слишком много, уже духи. Поэтому его по чуть-чуть надо. Или разбавлять с какими-то простыми такими сортами, типа аркацтели, этот савиньон зеленый. Недавно мы пробовали столовый виноград. Очень вкусный был. Сейчас попробуем технический, тот из которого получается самое вкусное вино. Очень ароматный, очень вкусный. Остановиться сложно. Так вы не останавливаетесь. Вот так вот раз, сейчас. Не так-то просто его сорвать. Ну, сорву. А скажите, получается, что вот у технических сортов у них кожура немножко толще, да? Да, да, да. И это самое, у технических наоборот. Тоньше, больше сока. Вот оно. Вот, да. А в столовых больше мякоти. Столовые сорта почему? Такая гвоздь. Да. Почему столовые сорта? Они в основном тюркского происхождения. Вот очень много сортов как раз именно оттуда. Чтобы виноград рос таким сочным, наполненным теплом крымского солнца, ароматным и вкусным, труда нужно вложить немало. Еще пять лет назад было очень сложно представить, что на этих, продуваемых ветром холмах, будут созревать виноградные грозди. Только одна подготовка почвы чего стоила. Да и теперь, когда тонкие лозы окрепли и набрались сил, за ними нужен ежедневный уход. Довольно непростая обрезка, борьба с птицами и спасение от морозов. Братария земля как? На 50 сантиметров мы ее взрыхлили вдоль и поперек. Это был у нас плантаж. Плантаж здесь поднимался, когда был сад еще давно-давно. Поэтому здесь нам плантажа не надо было делать. Ну а потом что? Врыхление. Ну все работы, которые необходимы, это врыхление, разбивка, бурение ямок вручную этими бурами и посадка. Мы через ряд каждый год сеем сидираты. Сидираты. Значит, пшеницу с этим, с эспарцетом, ячмень, когда, когда, как. И потом, когда она массовая такая масса уже, когда еще колос только начинает выбрасывать, мы его перемалываем. И поэтому такая мягкая. Для чего? Для того, чтобы земля дышала, чтобы влага туда уходила. И держала, сохраняет влагу. Это очень важно. В Крыму, конечно, лучше всего, лучше всего. Это мы посмотрели, кстати, сказать, ехали на форум в Ялту и в Алуште. Там очень хорошие виноградники. Односторонний кордон. Односторонний, вы понимаете? Вот здесь у нас полтора метра, ну там немножко меньше, но можно по-разному, да? И односторонний кордон. Потом, значит, что? Мы режем раз, два, три и все. Очень легко людей обрезки учить. Когда уже сделана формировка, тогда уже это... И здесь остаются всего лишь вот эти... Ой. Сучки. Сучки. А самое главное, почему? Вот они, видите, вниз. И, значит, в данном случае, в данном случае, вся закладка почек, вся закладка вот этих вот глазков, вот, виноград, здесь. Почему? Потому что, согласно корреляции, оно все идет вот сюда. Да. Идет вот сюда. Вот. И здесь закладка идет. А здесь нет закладки. И если ровно стоят, то резать надо на семь почек и так далее. Вот здесь вот, потому что закладка идет. Во-первых, легче. Во-вторых, не нужна зеленая подвязка. Не нужна зеленая подвязка, потому что оно все здесь. Вот. Вот. Оно даже не достает. Не надо чеканки. Не надо очень многих этих самых. Легко работать с кустом. Обломочку делать и так далее, и так далее. Ну, и самое главное здесь проветриваемость. Вот. И меньше заболевания, естественно. Ну, вы знаете, что мы режем очень сильно. Сильно режем. Поэтому раньше в этом, в Крыму, на поливе было процентов, может быть, пять всего лишь. Все было на суходоле. Все было на суходоле. Так что об этом... Ну, урожай там, конечно, меньше. Но для вина, для вина, больше 80 сантиметров в гектаре уже вино вы хорошее не сделаете. Почему? Потому что, ну, много причин. Если капелька, допустим, капелька, 150-200 сантиметров в гектаре, ну, там будет воды много. С птицей надо как-то бороться. Дело в том, что вот сейчас и самолеты они сажают, понимаете, птицы. И они же могут и здесь. Потому что стаи, просто такие стаи сбиваются, сотни тысяч. Сотни тысяч, вы понимаете? Вот. Так что это очень нехорошо. И оно уничтожает и везде. И если маленький, это самый, как виноградник, значит, то склюют все. У нас до 30 тонн. Вот мы один 6 гектар, мы там не убирали вообще. Думаю, клюйте здесь, а там хоть это как-то ходили туда-сюда. И стреляешь бесполезно. Надо думать. Вешаем мешочки, потом разные, разноцветные, эти самые, чучела ставим. Пушка стреляет. Вот. Но пушку, они уже привыкают. Вот ее перевозим то там, то там, то там. Тогда оно это самое, понимаете? Но очень сложно бороться с ними. Очень сложно. Это, между прочим, не только у нас. Это по всему Крыму. Особенность уборки технических сортов винограда в том, что грозди снимают не просто, когда они окончательно созрели и достигли максимума вкусовых качеств. Здесь важно дождаться определенной доли сахара в винограде. Чем сладости больше, тем более разнообразной будет палитра будущих вин. Начинаем убирать, при 18% сахара, начинаем убирать на сухие вина. Где-то 18-22, где-то уже 22 на полусухие. 22-24 на портвейны. 24-26 делаем к Рудомирске. А больше 26 делаем кагоры. А определять очень просто. У нас есть ареометр, и по таблице определяем сахар. Это очень просто тоже. Давишь его, заливаешь в стакан специальный. Потом ареометр пускаешь, смотришь, сколько там на ареометре. И по таблице смотришь, сколько сахара. Ну, проще не бывает ничего. В Цепном Крыму сахара накопления больше, чем на юге. Если мы в Солнечной долине ждали на Черный доктор, чтобы было 24-26% сахара до ноября, как Матвенко, наш директор, очень хороший директор был. Значит, говорит, до белых мух будем держать, чтобы только Черный доктор сделать. Вы понимаете? Черный доктор, он повышает гемоглобин. И поэтому его отправляли в основном в Ленинград, в Питер, и в Ригу. Вот эти два отправлялись с Солнечной долины. Крелись нашим Солнцем. Да, значит так. А действительно гемоглобин. Все эти названия так и шепчут тихими голосами, что истина в вине. И пусть дальше поговорка гласит, что правда в воде, именно вино мы привыкли восхвалять и романтизировать. И, наверное, не только для того, чтобы лучше сохранить винные запасы, держат их в темных подвалах. Есть в этом что-то таинственное и волшебное. Вот этот замок, обратите внимание, серб и молот, это примерно непманские времена. А вот это, братья-воробьянины, тула. Это настоящее, смотрите, это медное. Это не бутафория, это медное. Сто лет в обед. Да. Ну, пошли. Вот это сделали, сделано было за два с половиной месяца. Вырыто вот это, все поднято, поставлено перекрытие, потом наверх, два с половиной месяца. И один человек делал. Вы? Нет, не я. Был один строитель, Юра. Я ему говорю, дам помощника. Он, говорит, с ним поработал один день, говорит, нет, я лучше буду один, не надо мне помощника. Вот таким вот образом. Бочки это как? На обломках социализма. Вот эти бочки, это с Краниенталя. Это, значит, с этого, какого, виноградный, когда разваливали совхоз виноградный. Вот. Вот это бочки с Октябрьского, когда конечные, это сами, конечные. Вот это, вот это массандровские бочки называются, самые мощные, самые лучшие бочки. Вот это, вот это, сами французы делают с американского дуба. Ну, дубовый, это одна из самых мощных. Во-первых, и травесина мощная, а второе, дуб сам, он имеет еще, это самое, и ваниль, там очень много разных этих, берет, вино в себя втягивает. Особенно коньяки, то вообще без дубового бочка коньяка никогда не будет. Это в Индию шли раньше, Индия была колония Англии, а Мадера это... Португалия. Португалия, да. Они заходили на Мадеру, и там заправлялись едой, водой, и брали с собой вино на это самое. Привезли, а умер как раз заказчик. И им пришлось назад его везти на Мадеру. Привезли назад на Мадеру, тот, ну, разоренный. А потом, когда попробовали, ну, это вино было, конечно, бесподобное. И начали плоты делать, ничего не плоты, это самое главное – солнце. Солнце, ну, и правильная технология. И все. Вино мы делаем в емкостях, в больших. Ну, какие большие там, трактонные емкости. Вот, потом переливаем в бочки, когда оно осядет. Вот, мы ждем мороз, чтобы морозом их ударило, чтобы винный камень выпал, потому что у нас нет холодильника. Был бы холодильник, быстрее можно было бы все сделать. Вот, и качественнее можно было бы делать немножко. Вот, а потом спускаем сюда, в бочки. Оно здесь стоит, осветляется. Мы не добавляем никаких этих бентонитов и глины, клей там и так далее. Ничего, мы не занимаемся этим делом. А клейкой мы не занимаемся. Все естественно. Все естественно. Единственное, у нас какая-то самая, это фильтрация, обыкновенный фильтр грубый, значит, сюда. Здесь переливки. Ну, портвейну надо сделать. Три переливки за год. Вот, сухие, так надо поменьше их трогать. Вот, это самое. Ну, все равно снимается с осадков, одна переливочка делается. Вот здесь уже, кроме тех. Вот. Ну, здесь работы вот такие. А портвейн нужно, наоборот, его, значит, чтобы воздуха больше схватила она. Среди всех историй о том, как создается вино в современном мире и как его делали в прошлом, нас больше всего удивила история о Кюрдомирском. Кажется, уже в самом названии чувствуется вкус сладких легенд Востока. Кюрдомирское – это технология такая. Значит, Шустов в 1909 году сказал своему виноделу Долганову, Сергею Ивановичу, чтобы он сделал испанское лечебное вино Бенни Карлы. Ну, тот есть. И поехал, объехал, значит, Крым, Грузию, Армению, Дагестан, Азербайджан. Нигде не может найти того сорта винограда, из которого можно сделать именно то, что просил Шустов. Вот. И, значит, уже сел в поезд, едут они в Москву. И последняя станция в Азербайджане, Кюрдомир, там 10-минутная остановка, он выходит и, как всегда, пробует виноград. Раз попробовал – нашел тот сорт. Бежит в свое купе, берет, значит, эти самые вещи, выходит, уже познакомится, успеет ли с товарищами. Думаю, такой серьезный человек, вдруг, на каком-то… Да, ставят они небольшой заводик там, небольшой завод. Вот. И уже Дубинин, Захар Тимофеевич, сделал более 120 разных вариантов вин. Вот с этого винограда сделал разных. И пришел к выводу, что самое лучшее – это заспиртованное на мезге, два с половиной месяца стоит на мезге заспиртованное вино. Вино, похожее на… именно на вот это испанское лечебное вино Банникарло. Вот. И эта технология стала называть Кюрдомирская. Вот. И делали вино Шимаха, Чумай, Золотое поле и Черный доктор. Черный доктор – это технология Кюрдомирская. Вот так. А еще здесь мы выяснили, что наш герой вовсе неспроста решил заняться виноделием. Видимо, кровь, как и вино, разбавить чем-то иным невозможно. Ведь когда даже дед-казак делал игристое, то и внук будет стараться от него не отставать. Это дед делал такие вины еще в Цимле. Он сам из казаков, дед. Вот. И рассказывал, как они делали. Это не доброды. Вот это именно игристое вино. Когда говорят «игристое», шампанское неправильно. Правильно. И шампанское – это совсем другая технология. Шампанское – другая технология. Шампанское – там берут уже сухое вино, уже его готовят, там егализацию, там ассамбляж и так далее. Там много разных работ с ней. А потом, значит, туда добавляют сахар, бентонитую глину и дрожжи. И оно три года должно лежать вот в это время. Перекладки делают. Шампанское – настоящее шампанское, да? 110 раз в руках человека побывала бутылка. Начиная от ее, когда песок засыпает. И взяли бутылку, погрузили, разгрузили, разгрузили и так далее, и так далее, и так далее. 110 раз. Вот. А игристое – это недоброды. Недоброды. То есть, недобродило вино, его мы, значит, в эту самую бутылку заливаем. И оно бродит там эндогенное брожение. То есть, на собственном. Само по себе, да. Само по себе. Вот это разница. Игристое вино, а то шампанское. Вот разница в технологиях. Вот. И мой дед как раз делал такие вино. Он рассказывал, как они забивали эти самые. Как смолили, как это самое. Ну, какая была от деда самая интересная история? Как они взрывались. Их закапывали в землю. И когда начинала первая бутылка взрываться, они раз ставили вертикально, и они стояли вертикально, и потом, значит, снова начинали ложить в песок, засыпали. Возвращаемся из прохлады винных погребов к жаркому солнцу. Лишь небольшая пауза и снова к работе. Эти слова вполне подходят Николаю Донцову. Есть виноград и будет вино. Это колесо не стоит останавливать. Ведь на крымской земле это одно из немногих ремесел, которые будут существовать всегда. Если кто-то, винодел, скажет, я закончил работу, это самое, закончил делать вино, я могу идти в отпуск. Значит, это или не винодел, или он лукавит. Нет ни одного дня работы, чтобы что здесь, что с виноделем, ни одного дня нет. Все время то переливки, то это... В общем, все время работа есть. Не бывает такого, чтобы не было работы. Вот у меня всего лишь 71 год, но я не каждый день что-то делаю. Я не могу не делать ничего. Вино от Бога. Это же не просто так, вино. Вино от Бога. Значит, если взять... Значит, в Библии более 500 раз описано вино и виноградное растение. Вот, это раз. Второе. В 1864 году где-то в Австро-Венгрии там холера, там чума, она же одна не приходит. Вот. И, значит, и доктор Алиос Пик, Австрияне, Австрияк, значит, наполовину сухого вина воды долили. Половина сухого вина, половина воды долили. И вебрион тельдор, это самое, холеры. Значит, размешали ему, и через 10 минут он выпил. Он на себе показал, что она уничтожает. Вот вам, пожалуйста. И еще, это не только... Сейчас она терапией занимается. В 60-х годах. Была, значит, санаторная книжка. В санаторной книжке написано, значит, там массаж, там грязи и так далее, и так далее, и так далее. И в Ялте это дело было. В Ялте идти туда-туда-то и выпить красного вина. Значит, подогретого портвена давали по 150 грамм. Если он мог пропустить ванну, но он никогда не пропускал. Ну, потому что хлеб и вино – это главные вещи, которые у нас есть. Первое чудо, которое совершил Иисус Христос, это на галилейской свадьбе превратил воду в вино. А сейчас таких чудес, мама родная. Понимаете? Все, что в тетропаках, то все чудеса. Запомните. Нынешняя жизнь также может быть полна чудес. Пусть кто-то скажет, что вырастить виноградную лозу, получить урожай и сделать вино – вовсе не чудо, а лишь обычный труд. Весьма непростой, но вполне объяснимый. Порой чудом становится то, что твое любимое дело, твой азарт зажигают искру волшебства в твоих детях и внуках. И теперь им предстоит пройти свой путь. Я всю жизнь в винограде прожил. Всю жизнь. Начинаю от бригадира, управляющего, агронома здесь, главный агроном был. Вот. Так что я без винограда не знаю. И дети, привил детям это дело. И они пошли. Это самый старший сын, и младший, и дочка здесь вот сейчас. Она тоже у нас работает. Вот таким образом. И внук. Он поступил на экономическую, значит, экономическую, всемирную экономику. Потом пошел в армию. У нас закон так, в армию обязательно, со своим годом пошел в армию. В армию подумал, что он не будет великим экономистом. Лучше это. И перешел сейчас он на четвертом курсе виноделия. Я знал, что буду виноделом. Первое вино я сделал, когда запустили искусственный спутник Земли. Мы пробовали мою первое вино. Вот. Хотя оно было не с винограда, а с сарградской шелковицы. Но тем не менее. Почему? Помню. Потому что именно в этот день, 4 октября 57-го года, пищало все. Все. Все эти самые радиоприемники везде, месяца 3. И вот мы пробовали как раз, и смотрели на небо, и говорили, вот, вот летит спутник. Ну, какой там спутник летел? Ну, нам же было, каждый должен был увидеть этот спутник. Вот тогда мы пробовали мою вино. Человек, который проработал 5-7 лет на винограде, уже не уйдет. Виноградная лоза его оплетает, и он уже не уходит. Это закон. Это такое эйфорийное, это самое, что такое любовь? Ну, что такое любовь? Я, допустим, не знаю, что такое любовь. Также и счастье. Счастье, это вот когда, это любимая работа. Вот для меня лично любимая, я больше ничего не знаю. Вот это для меня счастье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова